итак всем здорово давайте заоценим вышел пока что тестовый новый патч 070 уже игра игре полтора практически года а до сих пор версия 10 так и не вышла она уже даже начала продаваться в ларьках я видел 150 рублей стоит диск лежит не на самом видном месте вот и представляете до сих пор нет версии 1.0 1.0 это как бы ну на мой взгляд и на взгляд на всех практически как бы тот момент когда игру можно начать уже считать полноценный айотипы до сих пор не могут начать полноценный хотел же миллионы людей играют ладно короче я по основным так сказать пробегусь не не все может быть назову основные назову значит добавили новые три премиумных танка очень слабых маленький уровень этот бтс в его уровень херу какой уровень 3 что и 4 у них всех такой добавлен уровень короче слабенький очень вот мы видим он такой очень смешной внешности похож на французские танки вот там какой то короче видел скриншот тоже хоть надувной как будто он здесь вот уже мы видим него пушка и блять глаза на комара похож ща блять кольнет кого-нибудь в жопку и тело такое блин ну реально смешной согласитесь танк вообще пипец 13 тонн ёпты бронирование 2520 ну понятно в общем хератин полная цветляк у него целых 500 лошадей максималка 62 скорость поворот стрёмная 33 градусов в секунду обзор стрёмный 320 но для этого уровня может он и не стрёмный а так стрёмно вот смешно в общем выглядит так дальше посмотрим короче вот такой пазы панцер капфин фольксваген или как там это расшифровка aus fg тоже добавили вот такая хератинка это на луча похож размером прежде всего дочь стрибаган какой-то если честно если между нами стоит это все порядка 1000 голда как известно я не знаю зачем такие мелкие покупать за голду потому что премиум там танки покупают чтобы бабло срабатывать серебро очень резко но это нормально делается только на высокоуровневых танках а именно там всякие а вы 5 лавы 59 59 тут еще один танк американский но не добавили немцам россиянам и амир америкосам по танку вот поэтому смысла не вижу таких премиум танков вообще никакого натошка кибонутыми две пушки походу посмотрим как он будет стрелять дальше короче сделали сделали классную вещь мы федя а внешний вид давно говорили об этом камуфляж на самом деле они уже вроде были эти шкурки но они в качестве модов и видел их только ты а другие не видели потому что у тебя локально файлы подменялись теперь видят будут видеть все добавили не очень много все несколько штук но тут много на самом деле не надо все-таки танки серьезные вещи и более-менее реальные добавили раскраски вот очень разнообразит игру на мой взгляд потому что сдолбал уже одно и то же одно и то же видеть да хотя танков много но когда ты много играешь ты их все не знаешь тут же вот есть возможности камуфляж накинуть поэтому для разнообразия прокатит все стоит бабло от камеру двухцветный он стоит 200 навсегда голда то есть уже как бы раскошеливают да на бабло либо можно покупать мир на семь дней 120 тысяч серебра либо на 30 дней 240 тысяч серебра что в общем то не немало особенно если без премиума катаешься и в общем на это надо дело фарбить то есть опять же идет развод на бабло фактически потому что ну недельку ладно ты там купишь а потом я если тебя премиума нет то столько денег тем более у тебя несколько танков короче развод определенный идет я под лично не буду конечно же но я сейчас премиуму играю поэтому меня денег много и иногда и нам патики шкурки что для меня 120 и сейчас это уже не очень много но все равно особо так не буду не а даже на семь дней вообще невыгодно на 30 и 240 тысяч ну может куплю короче дело в общем то неплохое единственное жаль что нет уникальных пока что хотя как уникальное получится всем уникальные здесь нереально конечно потому что их будто миллионы и миллионы нужно на сервак закачивать как короче это вообще не получится дальше есть трехцветные целых три штучки так вот к примеру такой такой вот как тот не очень цвета как-то блекло выглядят да как-то нету какой-то блекло согласитесь как вот дальше добавили клаксон и гудки так называемые почему-то я ща у некоторых танков проиграл вы не слышите одинаковый почему-то добой взгляд можно купить тоже 25 голды это вообще уже без вариантов только за только за голд хоть и очень мало 25 голды это очень мало я даже не помню сколько но это блять 10 20 рублей что такое но все равно это уже понимаете это как бы заставляет это бы они специально приучают чтобы человек пошел положил а так вроде в ламы да платить там 10 рублей ну положит 100 рублей а там где еще на чё-нибудь потратить то есть логика такая а все же захотят особенно школьники вот нет похер вообще на гудок а школьник то блять захотят нахуй чтобы выделить туда-сюда и первым делом они побегут покупать то есть блять сука эти белорусы они ща нищеброды такие у них там такая девальвация блять как все там цены блять выросли в миллион раз нахуй и они дерут с русских людей блять деньги я еще понимаю как я уже говорил москвичи блять потому что москвичи ладно там денег дохуя но провинции так далее это вообще пиздец вот такие ну в общем это очень сильно на мой взгляд не очень сильно но блять реально внесет какую-то новую нотку поэтому я считаю это важно гудками покажет не знаю как в реале будет посмотрим сейчас кто-то говорит что будут голдеть так далее ну не знаю возможно там будет можно убавить звук именно гудка еще чуть-чуть такое так дальше какие изменения там разные изменения сделали роты сделали несколько уровней там первого уровня второго четко вот абсолютно чемпионская короче там что бывает не все были высокого уровня люди хотят поиграть да к примеру а у них нет нормальных танков а смысл в ротах практически нет играть на слабых танков мы сколько играли редко когда попадается на слабых в основном всегда топовые и получается что толком в рот и можно поиграть только на топовых танк а топов мало кого есть поэтому сделали несколько уровней так я ну код роты еще посмотрим создать роту ёпта вот видите тут чемпионская юниорская средняя абсолютно юниорская суммарный уровень 20 40 так так 20 40 ёпта средняя 40 60 вот максимальный уровень танков тут есть все дела короче вот это в принципе да это тоже поможет люди больше кто сможет играть по-моему народ помогут создавать только тоже с премиум аккаунт поэтому тоже жоп короче опять же нужно баб бабки тащить причем я считаю на один день вот некоторые покупают премиум это херня это очень дорого получается минимум на одном месте покупать на месте 300 рублей один день там получается 10 рублей а если покупать на один день то там блять там очень дорого на дороже гораздо выходит к ну кто как хочет короче пути ну вот такие вот отличие там еще есть отличие две новых карты добавили сейчас мы их посмотрим в бою плюс переработали очень много очень многих танков короче модели повреждений я так уже посчитал на фурмах там люди очень сильно начали ныть потому что там некоторые танки апнули там из седьмой говорят либо это баги либо че в общем говорят из-за очень серьезных танков не могли пробить в корму прикиньте то есть там из е100 говорит чел два раза стрельнул не смог в корму пробить из седьмой из тупой пухи это пиздец ну и так далее в общем народ ноет как обычно посмотрим как будет фугас искали урезали хотя не замечал чтобы они сильные были они по-моему кое-как чё-то там наносили урон маленький единственное что я заметил от вчера тайп 59 начал разбирать фугасы вместо 44 пушки у которой 144 пробить вот ничего так отнимало более-менее нормально у меня самого удивило но до этого сколько я очень часто фугасом играл и еще играю когда пушк нет нормальных и там мало очень снимает 24 процента очень задолбаешься поэтому куда уж еще резать дальше там что-то ну и всякие мелкие там т-44 добавили там что-то движок еще один пушку еще одну добавили это в принципе такие локальные изменения в целом в общем для кого-то имеет значение у меня у самого чата 44 имеет значение но так в общем в целом не очень большое еще какие-то может есть изменения ну это короче так там туман войны по моему я не знаю тут до тестовом походу клановых нету но это в общем логично что даже чат нету не то чтобы чё там даже чат у меня нету и туба двойны значит будут тестить онлайн так сказать как это будет выглядеть очень классная штука туман туман войны сейчас все знаем какие танки а так это будет как бы загадка вот мы еще когда вступали в кланом такие блядьки там танки до атака и рассмотрим о блядь говно нахуй проиграем начание будет видно только когда открывать будешь будет видно кого-то короче открываешь мата пока дальше кластеры какие-то вели блядь не знаю как это будет не похуй кластеры непонятно я попытался про них читать так что-то не понял вы можете воевать на разных кластерах нахуй мне это надо я обычно жму войти все эпоху кластеры не клави в общем танки ни о чем к конечно что когда-то поиграл на высокоуровневых более-менее танк тело все эти мелкоуровни вообще никак а еще добавили еще один но это уже это добавили как я забыл пт сау ссср блядь голдовую единственный голдовый его пт сау су-80 ну она мне честно говоря не интересно опять же маленький уровень ваще ни о чем ваще не охота поэтому для меня это полный ноль мне это в общем вообще никак я не знаю зачем низкоуровневая ну конечно не стоит дешевле ну блин не знаю абсолютно дерьмо пиздец говно какой блямба какая то блять ну пиздец говнище ваншотится 400 прочности но более-менее крепкая блять многие ваншотить будто так с двух ударов говно короче итак смотрим вот он первый танк мтс какой-то ёпта американский танк в общем ну полная хрень какой-то медленный блин еле-еле ползет еле поворачивает вот видите а это же он уже премиумный поэтому его не прокачать ничего у него две пушки он стреляет из двух но это полная хрена тень в общем ничего в общем то не дает ни хрена ничего не пробивает вот сделали похоже новые взрывы когда вот об землю стреляешь короче именно об землю а в танчике по моему так же осталось несколько покруче выглядят вот видите как вот как бы у меня так вот все равно конечно неправдоподобно но все-таки вот короче что еще можно сказать ёпта забыл что-то хотел сказать ёпта карты я не буду новые показывать их всего лишь две их надо ждать или тренировку создавать что-то такое в общем похрен карты и карты на самом деле я особо по карте никогда не замучивался не заборачивался мне нравится там малиновка прохоровка чисто они ностальгии прошибает химмельсдорф нормально все остальное хера тень в общем то вот тут пытаясь т-43 в нашу короче иногда простреливает ну правда непонятно сколько там отнимается есть подозрение что там чуть ли вообще ничего не отнимается вот этот су в камуфляже как мы видим вот вот короче ну так себе блин особо не летит поворачивает медленно ну блин говорю что после после нормальных танков блин высокоуровневых это просто унылое говно который вообще непонятно зачем играть тем более деньги тратить прикиньте деньги во это был вот этот гудок погудел тут хитро они сделали защиту ты когда погудел один или несколько раз то 30 секунд больше нельзя гудеть вот она и сильная защита поэтому загудеть в общем то не получится а так как заспамить нельзя то все до это быстро плюнут появилось голосовое короче предупреждение враг обнаружен только непонятно это ты его действительно обнаружил как бы засветил или просто увидел потому что у меня там была ситуация когда скале враг обнаружен а враг там был в таком месте к нему короче другие по команде были гораздо ближе и это вряд ли я его засветил вообще блин маловероятно короче вот ну тут что-то пытаясь стрелять экипаж понятное дело не прокачанный поэтому даже при полном сведении он не попадает но это я так чисто мне как я сказал уже абсолютно не интересно поэтому я так просто прощелкал вот этот panzer 2 или как его там тоже супер медленно смотрите как он еле едет и поворачивается вообще медленно как будто блять как будто он стоковый нахуй его нужно прокачать тут же луч короче он пиздец как пиздец как летает ёпта поворачивает очень неплохо а это что-то вообще не понимаю за это деньги платить пипец просто полный бред пиздец еле едет короче вот обнаружил противник вот это как раз ситуация видите он там вон видите он где а к нему гораздо ближе эти придурки вот поэтому в общем танки конечно что вели это полная хренатень непонятно зачем кстати сделали вот как мы видим слева по другому отрисовывают игроков там уровень пишется раньше не писалось там уровень но это для нубов наверное потому что так задроты они в общем то наизусть на это уровень да и не имеет это большого значения в основном уровне нужно знать для каких то топовых танков пожалуй то есть ну больше для нубов как бы это сделано о короче пошла сирена что типа захватывает базу блять я я сначала испугался подумал в натуре короче сирену за это я причем на форумах уже прочитал что там сирену но я не думал что она такая я блять и она так это так это звук такой я нахуй раз и такой блять что делать нахуй как отключить блять аааа сделал короче у колонок звук потише блять а у этого короче утихло а то пиздец блять подумал нападение ракетное в общем зазря они так сделали потому что вдруг действительно ракетное нападение а все таки а блять эту базу захватывает нахуй а вот это самый интересный танчик это бтсв в общем ничем так красиво выглядит конечно комар блять ну блять очень очень оригинальный ёпта очень оригинально в камуфляже прикольно вообще выглядит ёпта стартует как мы видим вообще мгновенно практически прям стрельнул блять как ракета поворачивает хуёво ёпта видите как он блять как эта баржа какая-то кое-как вообще вот смотрите вообще кое-как даже бт-2 получше поворачивать видите я даже не вписался нахер ну летает неплохо пушка стреляет не пулемёт хотя может можно и пулемёт поставить хер его знает мне похер было что не можно поставить я так чисто глянуть просто на танчик аккуратно наружу у меня вот этот пз-2 начинает разбирать сучка он меня разбирает вообще а я в него не понимаю то ли я попадал в него то ли нет у меня в ламы даже конечно не заморачивались у меня так чисто пролетело подпись не очень блять повреждён ну ладно короче до скорого пацаны вот такой небольшой обзор основной и всё затронул пожалуй вот тебе бутылочек завались не месива и поэтому мы блин затянули песенку нананана на 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 Продолжение следует...